слово божье это истина истинная благодать мир вам братья сестры приветствую вас на блоге виктор обуслов познания у нас у всех есть дети внуки как хочется с ними видеться говорить поддерживать делиться опытом у нас всегда есть желание что-то делать для них и говорить с ними так ведь друзья и слово божье для нас это то что хочет сказать нам бог отец небесный вспомните сейчас ваших детей где они что они сейчас делают у вас есть сейчас есть им что-то сказать я думаю конечно есть братья сестры прежде всего бог отец любит вас и также хочет быть участником вашей жизни иметь с вами взаимные отношения и очень хочет говорить с вами даже сейчас помолите сейчас богу отцу закройте глаза и скажите добрый день отец небесный я люблю тебя аминь братья сестры мы говорим на тему близких отношений с богом и смотрим что говорит нам бог мы много говорим на эту тему на блоге и чтобы всегда быть с нами в этом увлекательном путешествии по слову божьему подписывайтесь подписывайтесь сейчас на канал слово божье это истина да бог хочет и говорит с нами даже сегодня но как конечно через слово божье как сказал апостол иоанн 16 главе своего послания и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же и истина произошли через иисуса христа бога не видел никто никогда единородный сын сущим недри от чем он явил это евангелие от иоанна 1 глава стихи 16 по 18 бог через иисуса христа дал благодать и истину бог отец дам дал для нас дар дал для нас возможность принять его дела в нашей жизни и говорить с нами через иисуса христа сверх того бог нам рассказал о себе как об отце небесном в новом завете через своих апостолов и евангелистов служителей он рассказал нам все что было есть и будет также как он нас ничего он от нас ничего не скрывает он как отец делится с нами всем откуда он знает все это потому что он создал все что мы видим и можем понять и принять бог создал как видимый наш материальный мир так и духовный он творец бокс стоит выше всего и видит все сверху подай поэтому его слово божье это истина то есть слово от начала создания правда и истина давайте посмотрим чем отличается правда от истины правда у каждого из нас своя как это возьмем наших детей когда они сделают плохой проступок они всегда найдут оправдание и если их послушать то они правы так и и мы взрослые мало от них отличаемся когда мы делаем что-то плохое то мы всегда найдем оправдание и будем правы в конце концов даже преступник всегда найдет оправдание и будет прав своих глазах но это слово означает правда то есть правда это то что человек придумывает свое оправдание и с его точки зрения это правильно даже мы верующие иногда оправдываем свои проступки но спасибо богу у нас есть дух святой который нам сам покажет чем мы неправы дух святой покажет нам с точки зрения истины слова божьего в чем мы неправы что делаем неправильно и это называется покаяние и только у нас у тех кто пришел к богу с верой в иисуса христа есть возможность признать и изменить свои неправильные поступки это называется спасение 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 сам человек своими силами не сможет принять для этого нужна сила духа святого без всякого сомнения правда приходит от человека для оправдания или объяснения своим умом истина исходит от бога основываясь на слове божьем мерилом наших поступков всего в нашей жизни является не наш разум а дух святой это и есть истина личное слово бога и от иоанна первая глава стих 17 библия дана для для всего человечества ее может читать каждый но понять может только человек который пришел к богу через веру в иисуса христа стих 17 евангелия от иоанна ибо закон дан через моисея благодать же и истина произошли через иисуса христа только такой человек может принять слово божье истину от бога отца для своей жизни на этом бог отец не остановился он хочет и говорить с каждым детям своим лично говорит каждую жизненную ситуацию вспомним когда мы слушаем проповедь читаем слово божье и вдруг понимаем как будто бы пелена спала с нашего разума что написано слове божьем на самом деле и видим себя в этом слове правильное говоря сестры братья это бог духом святым вам лично говорит для вас это личное откровение бога для вас несомненно это бог отец говорит лично вам это он общается с вами на ваш взгляд у вас были такие случаи если были поставьте лайк засвидетельствуйте нам ободрите нас бог учит нас и напоминает апостол и он также сказал 14 главе написанного евангелия утешитель же дух святый которого пошлет отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам евангелие от иоанна 14 глава стик 26 помимо всего прочего бог духом своим нас также учит и напоминает нам об иисусе христе у вас были такие случаи когда не в церкви не на проповеди вы вдруг вспоминали иисуса христа и как он говорил поступал самом деле конечно так можно было бы и и нам поступить или сказать в данной ситуации друзья это тоже бог говорит учит нас духом святым как правильно поступить или как правильно сказать это слово не наше размышление ох как бы мы иногда сказали да друзья бесспорно так нас учит бог отец духом своим как правильно поступить и это есть истина поступок по истине у вас были когда вы поступали не так как хотели а как вам сказал дух святой если да поставьте лайк или напишите короткий комментарий для свидетельства для нас общение святого духа как известно апостол павел так описал такое откровение во втором послании коринфянам 13 глава благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа со всеми вами аминь это 2 коринфянам 13 глава 13 стих павел так назвал такие откровения словом общение святого духа прежде всего такие вещи как покаяние откровение иногда при надобности и научение павел называет общение святого духа общение бога отца духом святым с нами друзья это не наши покаяние откровение на учение без всякого сомнения они приходят извне мы их никогда раньше не знали это исходит от бога от истины и конечно основой и проверкой есть слово божье слово божье это истина и это все бог отец безусловно всю библию слово божье и личные откровения научение покаяние это все есть общение бога отца с нами он хочет говорить с нами вами лично но он на небе сейчас нами и в нас дух святой бог отец сын иисус христос и дух святой едины это общение бога с нами слово божье и есть и есть общение и слова истины исходящие от бога и пришедшие через иисуса христа аминь свою очередь задайте вопрос богу когда ты со мной говорил напомни мне помолитесь мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и святом духе на нашем канале в следующем подкасте мы поговорим на тему благодати слово истины для нас и дела бога для нас они неразлучимы следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии а сейчас я заканчиваю если вам понравилась запись или вы получили слово откровения духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь